Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Мы с Никитой Андреевичем Колесниковым по просьбе трудящихся, братья и сестер, озвучим мои занятия в Потеряевке в 90-х годах. Они тематические были. Спасение. Христос говорил о вере, существовании, которое при его втором пришествии ставилось им под сомнение. Иуда. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я пошел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Вот то есть увещание, она была предана верой, а значит где-то ее уже нету. Дальше. От Луки, сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Вот и спасение. То есть сомнение у самого Христа, как бы, как бы сомнение, будет ли на веру. Вер много будет, но та, которая по Евангелию, а по Евангелию ни одна секта не сходится. У них нет рукоположенного епископата. Очень трудно найти веру Христову. Предхозаветная вера – это та вера, на которой возросла евангельская вера. Все народы мира, не имея познаний о Иегове и не зная пророчеств о предшествии Мессии, они и не могли его ожидать. Хотя находят в легендах, что было это предсказание, предчувствие, что должен кто-то прийти и убить змея, поглотитель для солнца. У всех народов мира есть эти предсказания, что придет могучий и победит ему злодейство. Понятие же о грехе отсутствовало у людей, но понятие о добре было. То, что сегодня разрешено, уже не является грехом. Такое явление, как спекуляция. А давно ли за это сажали? 15 лет назад бывшие законы, и если включить на полную катушку сегодня, то полстраны будет сразу же за решеткой. Сейчас официально регистрируют секс-меньшинство. Теперь за преступление это, а якобы нормальное явление. Но закон Божий, закон насадомитов остался тот же. Они должны быть в огне гримлянам. Подобные мужчины, оставив естественное потребление муж-женского пола, разжигали с похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая сран, и получая самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Какое возмездие? С неба пролился огонь серный. И вдруг евангельский закон, который все ставит в ином свете. Совсем по-другому. Надо на все смотреть. Это я говорю, в лагере у нас там собирались, где-то, в виде проповеди. Игорь Барабаш сумел записать и сохранить всего 123. Каждое воскресенье? 123 воскресенье. Это несколько лет он хранил. А потом я переписал все это. Какую же веру Сын Человеческий думал найти на земле? Тогда было много вер на земле. В римском пантеоне насчитывалось до 500 божеств. Сколько же сейчас их? Верили тогда в императоров, а сейчас верят в генсеков, в Айатоллу, в Папу, те же полубоги. Христос говорит о вере, которая только, только, только начала ухореняться на земле. Вот она. Вот одна из заповедей этой новой веры от Луки. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Кто может поверить, что если все так будут поступать без патриотических призывов, то можно будет устоять им. И чтобы последователи этого самоубийственного учения могли выжить и впустить в корни. Дерево этой веры сделается известным во всем мире и даже в мировой религии. Да о том и мысли не было врагов. Другое дело мусульманство, мечи, убийства. А если брать на рассмотрение фашизм или коммунизм, то это самые жизнеспособные учения. Все на рельсах выживания, уничтожения врагов и инакомыслящих. Но оба эти учения уже на свалке истории лежат. А в России и в Германии стоят храмы Христу, Матфея. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вот понятие, включите сейчас мусульман, чтобы они не приседали, кто принимает веру в христианство. Вот у нас переходит человек в мусульманство, но перешел, что поскорбел, зная, что ушел не в лучшее. А у них убить, прямо написано, прямо в их священной книге. Ну на чем нас это? Берут в плен, принимают мусульманство, обрезаются, или голову отрежут. Ну какое-то, это же не человек, не что-то человеческими силами, через насилие, и вера божественная не так не строится. Человеку свобода дана. Я могу в плену или где могу оставаться сам, добровольно принять. А что буду принимать, когда меня убивают? Говорить даже не надо, это разница большая. Если любить врага, значит ты похож на него, значит твоя идея уже испаряется. Ведь так как его руки бьют тебя, Руки! Руки, то ты разве смог бы сам дойти до таких рассуждений? И ясно, что тебя победят. Тогда, когда эта заповедь начинала только произноситься, результатов этих заповедей еще никто не видел. И могли бы специалисты на основании опыта мира предсказать, что эти заповеди нужны только врагам, чтобы обладателю этих заповедей стереть в порошок. Но вот заповеди эти заработали, и враги стали склоняться перед этими отказниками, не патриотами, и принимать веру в распятого и воскресшего. Все понимали, что это противоестественные заповеди. Они не дадут до хорошего учения закрепиться. 1 Каинфянам. Биографии интересны не имеют. Жил, распят и не мог даже себя сохранить. То ли дело у них столько мудрости в похождении богов, учащиеся в их школах изучать краткий курс жития богов. Ученики с замиранием сердца слушают, как Аполлон гнался за Афродитой и про похождение Геракла. Был ли распят ваш учитель? Да. И как же можно в него верить, если он и себя не защитил? Почему же вы дальше не договариваете, что он воскрес? Этого никто не видел. И недоказуемо. А то, что он был на Голговском кресте, ему пикой под сердце ударил воин, это видели тысячи людей. Теперь уже третий век. Кто видел вообще вашего Христа? Написать все можно. Бумага все стерпит. На деле докажите, что он есть тот, за кого выдавал себя. Если бы сегодня издать диокритяновые указы, что за убийство христиан тебе отойдет половина его имущества и квартира, тут бы к вечеру разрешили бы все жилищные проблемы. Христиан убивать на месте без суда и следствия. И что же? Христиане могли бы в ответ издать какие-то комментарии к словам Христа, чтобы не любить врагов и им пики под рыбра вогнать? Но нет, они, как колосья, склонились под мечи палачей. Читайте жития святого Андрея Стратилата. И мы согласились умирать. Но вдруг все повернуло вспять. Язычники начали сами склоняться под меч за распятого, как оказалось из-за них умершего. Вся практика жизни народов и вер говорила, что при таких заповедях эта вера исчезнет в первые же дни. Но прошли годы, и наступила эра христианства. А языческие боги стали смешны, и только в музеях их увидеть можно. Солом 113. Подобны им да будут делающие их все, надеющиеся на них. Лука. Истинно говорю вам, не приедет род сей, как все это будет. Не приедет, то есть не исчезнет. Род христианский не исчезнет, а сбудутся все пророчества глобального характера, будут рушиться империи, а христианство так и будет до второго и славного пришествия Христова. Все мировые ригонители, Нероны, Юлианы, Диоклетианы, Домицианы, Ликинии, исчезли и преданы забвению. Из-за них нет никаких и ни от одного человека, молящегося молитв за упокойных. Им никто не желает царства небесного. Кто сегодня медлит за то... Молит. А кто сегодня молит за то, чтобы Гитлер, Ленин или Сталин в Сберии были в раю с ангелами? Ты поближе сядь или как? Что такие ошибки прям не годится даже никуда. Дальше. Более циничной, более коварной системы, чем советской, никогда и нигде не было, говорит Бунин. Какие были искусственные люди, как жили, какие песни. Все порушили большевики и провозгласили себя истинными благодетелями человечества. Ульянов изучил всю историю и точно знал, как установить новую власть и удержаться у власти. Нужно постоянно уничтожать и убивать все самое маломальски мыслящее, и пережигать совесть ради их утробного, звериного существования. Никто из старших, никто из самых высоких ставленников власти не смел вслух высказать мысль о проклятом режиме людоедов. Подлость цвела и плодилась. Иезекиэль. Шумом падения его я привел в трепет народы, когда низвел его в преисподнюю, и к отшедшему могилу, и обрадовались в преисподней стране все. Но вот эта дьявольская власть, подлинная антивласть, уходит с шумом, а вера во Христа, взыскуемо, снова ищет опор в ней. Гитлер тоже преследовал истинных христиан, и особенно тех, кто говорил о том, что ждет ему. Это он на оккупированных территориях открывал церкви, чтобы привлечь нас в свою сторону, чтобы победить большевизм. Сегодня тысячи разных вероисповеданий. Так легко заблудиться в поисках истинной веры. И каждый утверждает, что только у них истина. И кто на чем-то основу делает, но только не на слове Божьем, в толковании святых отцов. Дьявол разбил так, что черепка нет целого. Исайя. И он разрушит ее, как и сокрушает глиняный сосуд, разбивая его без пощады, так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из водоема. Многие понимают так и говорят так, что главное, чтобы человек был добрый, другим зла не делал, творил бы добрые дела, а уж кто как верит, это Бог разберется сам. Что наши перегородки до неба не доходят. Это всегда там-то все говорят. Что 77 вер на земле, а Бог-то один. Это старой веры так говорят. Об истинности веры рассуждают свободно, поэкуменически, что кому как Бог открыл, так человек и верит. Нельзя же быть таким нетерпимым, нужно уважать иную веру, иные взгляды. Вот об этом-то как раз Слово Божие и не говорит так. Видишь как? Святые отцы били за одну букву. Для чего они так точно вымеривали, как свидетельствовать о Христе, кто Он? Единосущный. Это слово мы с таким удовольствием произносим. Из-за него бились столетия подвижники веры. Арий тоже признавал всю Библию и признавал, что за него умер Христос. И он не был еще вчера еретиком. У него тысячи людей православных храмов причащались. И он же не хотел погибели себе и другим. Просто так ему было открыто. И он искренне в это верил. И за это готов был, как протопоп, Авакум умереть. Но он утверждал, что Христос не Бог, а первое творение Божие. Вот так называют свидетели Иего. Вот они, это его последователи. Церковь, однако, не пошла на это. Хотя арианское учение захватило почти весь мир подлунный. Никто тогда и не верил, что есть какая-то вера. И только вот так Арий и нужно верить, как Арий. И они твердейше верили в это и шли на смерть, утверждая, что нужно молиться одним перстом. На всем стою и не сдвинусь. Они громко кричали о том, а Григориано-армянские подвижники, они разве не на свою погибель умышленно пошли. Зачем же им это? И каждый летик утверждает, что Христос придет именно за ними и только об их вере и говорится у Христа, что найдет ли он их веру на земле. Но мы знаем, что все время остается какой-то остаток, который движется все время вперед. И вот эта истинная вера и есть. И не Христос и говорит от Луки. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? В чем же основа веры этой, евреям? Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основанию обращению от мертвых дел и вере в Бога, учения о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечно. Это начатки веры. Первое. Как бросить дурные привычки, плотские дела отвернув? Второе. Как правильно верить в Бога? Третье. Что за крещение есть и как правильно крещение принимать? Четвертое. Как правильно войти в церковь, где есть истинно рукоположенное священство? Пятое. Когда и как будет воскресение из мертвых на кладбищах? И шестое. Как начнется суд Божий и что будет там? Это все начатки учения. Более сложное, более совершенное впереди. Эти шесть пунктов и есть начатки из начатков. На этих пунктах сколько уже народилась секта? Это апостол Павел говорит посланник евреям, который вот этот стих впереди, который был, из него вот это проистекает. Но я вернусь назад. Что? Не станем с тобой полагать обращение от мертвых дел, вере в Бога, учение о крещении, ях, о возложении рук. Это не я говорю-то. Без этого нельзя. О возложении рук-то. Вообще сектанты отбросили это. Начатка-то нет у них никакого. Дальше. По этим вопросам подробно у нас отвечено в наших книгах к истинному православию и открытым окам. Кто знает точно сколько было решений? Поднимите руку. Кто знает? Вот выявляется, что это не всем известно. Было три крещения. Иоанново в имя Господне и в Духа Святого. Иоанново окончилось при кресте. Во имя Господа это и есть во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И вот в Духа Святого. Что это такое? Теперь это объясняет просто. Миропомазание. Если бы так было, как задумано, помазали и Дух Святой захватил бы все существо и человек начал бы плоды приносить духовные. Пример. Приходит апостол Павел Ефес. Там ученики Христовых. Живут нормально. Ни пьяных, ни еретиков. Но опытный глаз благовестника сразу же заметил какую-то мертвенность. Нежизненность этих староверов. У них все как резиновое. Нет движения воздуха. Затклая атмосфера. Им как лежало, так и лежит. Это староверы все сегодня говорят старобрядцы. Букву они соблюдают. Они не нарушают супружеской верности. Они ведут полное богослужение от и до. Но нет там движения воды. Нет исцеления душ. Там царство мертвецов. Деяние 19 глава. Все старобрядчество попадает сегодня под это. Всех толков течений. Никакого благовестия нет. Ни одного благовестника нет. Миссионерская работа никогда не ведется. Зачем? Кому надо, Бог приведет сам. То есть они противники благовестия. Я там был, жил и знаю это. Как они за мной гонялись. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, пришел, прибыл в Эфес. И найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы святого духа уверовав? Уверовав? То есть они уверовавали. Они христиане, они молятся, они литургию совершают. У них все есть. Но? Они же сказали ему, мы даже не слыхали, есть ли дух святый. Но он сказал им, во что же... Один мне недавно говорит, надо писать святый. Я говорю, а почему святый? Это устаревшая форма, святой. Святой, это святой, скрученный, говорит, святой. Завитый. Я помню. Вот как. С Америки. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, в Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещение покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа и Иисуса. Не стали перекрещиваться, чем мы будем верующие, и вдруг оказалось, ничего этого нет. Дальше. Неправильное крещение. Надо креститься трехкратное полное погружение. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать, всех их было человек около двенадцати. Методом подражания многого можно достичь. Но следование Христу это будет выглядеть как муляж и в словах, и в делах. Я не говорю уже о помыслах. Дух Святой вот движущая сила и дающая ценность всему, что делаешь. Вот я сегодня как раз говорил, тут у нас один молился, я говорю, ты смотри, вот когда я молюсь, ты даже не знаешь, где когда говорится Царю Небесным, крестное знамя совершается, но поклоны не делаются. А почему? Я не знаю почему, но это такой порядок написано. А сегодня они как паря извращают все. Вот сколько издают за рубежом, мусульманины выступают, где берет три Библии, и все эти Библии по-разному изданы, стихи выбрасывают, ну то есть безумие полное. Теперь, когда поется вера в единого Бога Отца, крестное знамя совершается сразу же, а поклон делается, когда пропоют в конце. А когда читается молитва Господи Иисусе Христе, Сыне Божьей молитвы ради, поклон делается заземной, всегда заземной. Это руки вместе, десять заповедей, лоб, колени до земли. А крестное знамя не совершается. Когда подходит Прощенное Воскресение, священник говорит, не креститесь передо мной, это человеку нельзя креститься, а просто поклониться. Крестится все равно. Следующий бы говорит, как будто замкнутое. И у нас нынче такое же было. К народу поклонись, обязательно перекрестят. Не надо креститься, бесполезное дело. То есть над собой люди не работают. Но вы не по плоти живете. А по духу, если только дух Божий живет в вас. Вот если живет, тогда да. Если же кто-то духа крестового не имеет, тот и не его. Можешь каждый день причащаться. И будешь в аду, с причастием в зубах. Проявление в плоти духовного может быть заметно сразу же, если это делается под влиянием духа Божия. Какая-то особая просветленность в глазах, радость во всем, когда нет угрюмости. Так делиться можно. Вот это самое угрюмое, самое-таки злобное из себя воображает, это миссионерские отделы. Это будто бы специально отрихтованное, отсаженное, выжатое. То есть ничего духовного нету совершенно. Знания много, а ничего нету. Пустое. Совершенно. Они не знают, как с людьми работать. А почему? А кто руководитель? Это Дворкин. Как будто бы главного из-за рубежа. Вызвали специально человека с двойным гражданством. Рассорит всех людей. Они не знают, что такое работать, с кем беседовать можно. Какие слова? У них все враги вокруг. И между собой грызутся должность, отдел, деньги. Безумие. Миссионерские отделы везде должны быть ликвидированы. Как язва, как гнойный чилий, нарыв. Определиться можно еще и с того, как влияет на твое настроение обличение тебя, обида, ревность. Тут старое может выхватиться таким черным дымом, бесовским, что только скажешь «Избави меня от лукавого». Душа говорит «Молчи, а плоть докажи, что это не так, что ты прав». Гнев обуял, ты сотвори молитву и отведи глаза от грехов другого. 1 Петра. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и устав свой от лукавых речей. Вот так. Мир советует «Ты врежь ему, ты же и сильнее, и опытнее, а он против тебя не устоит. Будет и на нашей улице праздник». По слову Божию не так, Батфея. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Среди миссионеров, вот искусственно, которые создают сегодня, миротворцев нету, ни одного, пока я даже не встречал и не слыхал. Это люди, которые просто попали под влияние злого духа, они всех друг на друга натравливают. Ни дружбы не понимают настоящей, ничего нету. Притом, все как-то задействовано на какой-то мрачности, духовной радости не имеет, и все подделывается под епископ, как ему угодить, как удержать. Это не свободные люди, люди тьмы и рабства. Результат таков, что будешь уподоблен сыну Божию. И не керосин, не разжигай, напоминай о старых грехах притчи, прикрывающий проступок и ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Может, тебя придавили, защемили, перешагни через это, ибо это совсем ничего не значит. Если даже отняли, убили, никакого значения это не имеет в вопросе вечности. Это один из пунктов веры. Какой будет искать Сын Человеческий, пришедший на землю? Часто ли мы ревнуем о духе святом, Лука? Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него. Мы, может быть, просим о дожде, о ясной погоде, о путешествующих, ибо повышенная опасность... О путешествующих. Путешествующих. Ибо повышенная опасность передвижений, дороги плохие, пьяные на дорогах, где же молитва о духе святом? Есть Царю Небесный и Утешителю. Не просто ее отбарабанить, а взвесить свои слова. Действия в духе. Леонид Святом. В духе Леонид Святом. Ты как-то не в том месте ударение делаешь, оно по-другому все выглядит. Да. Не просто ее отбарабанить, а взвесить свои слова. Действия. В духе Леонид Святом. Там же тире стоит. Вот я говорю опасности на дорогах. На днех чуть не погиб у нас брат один. Как он? Машина на нем наехала? Да, на встречную полосу вылетела прямо в него. Он от нее уклонялся, уклонялся до последнего момента. Все-таки она въехала в него. Чуть не погиб брат наш Игорь Дубунов, Игорь Владимирович. Еще не сделаешь. А у того человека отказала рулевое управление, он так как будто бы говорит. Дальше так? Да. Дальше. Освежающий воздух в каждом движении. Это веяние ветра и пламень проповеди в языках вдохновения и смиренность взгляда Голубиного. Пси-песнь. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубины под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской. Вот эти, которые в миссионерские отделы сегодня искусственно создаемые в патриархии, они этого ничего не знают. У них везде одни враги только. Кто им? Не с ними вместе. В них в церковной структуре. А одних только после этого лживого объединения с патриархией в зарубежной церкви 13 юрисдикций. Все погибшие. Никого они не видят. Не знают. А вы к нам идите. Но мы не знали зарубежной церкви. Мы были в патриархии и нас точно так же преследовали. Точно так же. Мы дальше были приняты в зарубежную церковь. Точно так же. Разницы никакой им нет. Им все время нужно на кого-то нападать. Но это мучат бультерьеры. Вот эти бультерьеры это в человеческом понимании это миссионерские отделы патриархии. Под руководством главного бультерьера. Так. Сказываю вам, что подаст и в защиту вскоре. Но сын человеческий придя, найдет ли веру на земле. Вот что он будет искать и возносить сретение к себе на облака. Веру в Духе Святом. Первые слушатели Христа вкладывали в исполнение чаяния о пришествии Царствия Божия свержения ненавистного гнета римлян. тщательное соблюдение закона Моисеева все благословения обещанные за соблюдение заповедей на скрижалях. Но Господь их разочаровал. Да и Павел это подтвердил, что Царствие Божие это все внутри начинается и внутри человека строится, внутри вызревает и плодоносит от Луки. Видите, вот я говорю сколько раз обращаюсь к Слову Божию это. Вы сравните, у православных это не принято. Поэтому я вот для них баптист, потому что Библия это баптистская. Если я строго соблюдаю, это старообрядческая. И вот как-то баптистская, старообрядческая во мне вот такое дело. Так они говорят. Вы уже спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие. Отвечаю. Когда же придет Царствие Божие? Это они прямо сферима спрашивали. Не придет здесь или вот оно там. Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Римлянам. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Праведность, мир и радость во Святом Духе. Миссионерские отделы этого ничего не знают. Им главное угодить вышестоящий епископ. Это рабы. От Луки. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Человек принимает крещение, а он не таков оказался. Сейчас спрашивают батюшку, зачем же он преподал ему крещение. Но у батюшки критериев допуска никаких нет, кроме срока и жизни. По жизни за эти три года стадия оглашенного человек нигде и никак не проявил себя в духовном. Это видно было, но не было и никаких нарушений. Он принимал участие там, куда его звали, посещал больных, помогал нуждающимся. Он говорит, такой вот я и есть, никогда во мне активности не было. Дело тут вовсе не в активности. Если нет духовных вопросов, то что это? Разве это не из внутрь и не от избытка ли уст, а от пустоты сердечной? человек не пьянствует, не курит, не блудит, к нему нет претензий, но его не видно. Но его видно, а ты говоришь, не видно. Я вперед, не рожден уже, читаю. Ты не беги вперед, ты считай, как есть. Это не, туда перекидываешь, ты что дуришь-то? Его видно, что он не рожден. По каким качествам священник любой мог бы определить годность празелиты к крещению? Вопрос. Есть то, что святые не советуют торопиться с крещением, чтобы дозрел человек? Должно же произойти изменение жизни, что с прежней покончено и у него отвращение к мирскому, что тянет его к духовному, на занятия, беседы, богослужения, но ему по-прежнему ближе всего его родные и близкие безбожники. О! Он постоянно едет то к дочке, то у товарища от такого пропадает, то к старой соседке по лестничной площадке ходит, часами балаболит о пустопорожном. Евнаху ничто не препятствовало креститься немедленно, трех часов может не было деяния. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде и Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, веруешь, что Иисус Христос есть Сын Божий и приказал остановить колесницу. И сошли оба в воду, Филипп и Евнух и крестил его. Приказал, то есть он не за рулем он сидел-то, а у него шофер свой, тогдашний. Но не надо забывать, что он даже в террасу через свои колесницы читал Библию, а не слушал Пугачеву и не группа бесноватых, как сейчас в газели епархиальные врубят на полную катушку и везут архиерея с его свиты дармоедов и пьянчужей. Это у меня пришел шофер и рассказывает, как они ехали сюда с Гедеоном до Кукиным. Всю дорогу по Гущеву слушали, там других. Так любит Слово Божие и есть один из основных признаков готовности к окрещению. А здесь уже пять лет проходит и мне ни одного вопроса не задали. Ни Женя, ни Миша, ни Вера, ни Николай с Лидой. Никто. Что, разве это нормальное явление? Может они все знают и не нуждаются в духовном росте и у них потолок? Если бы так. Но ведь когда коснешься рассуждать по возникшей ситуации в жизни, то они тут такой выдают, что другой и вовсе неверующий быстрее бы сориентировался, чем эти прихожане. Жизни духовной нет. Может тогда что-то и было в зачаточном, а теперь нет. И не предвидится даже. Разве батюшка этого не видит? Это кацуакима я говорю уже. Почему же нет никаких дальнейших подвижек, чтобы с этим болотом покончить? Этот вопрос должен быть в человеке все время. Это как часы должно стучать и в сердце, и в мозгах. Вот я вчера был еще не крещеный, а сегодня я крестился и стал христианином. Что же мне теперь делать? Дальше-то как я должен жить? Как поступать мне вот этой конкретной ситуации? Как начинать день и как его кончать? Как все дни распределить? Как готовиться на Божий экзамен вечности? Вечности. Вечности. Что вам не изменилось? Как это проявляется в моей душе? Запомню, это Ч, у тебя С, Т, вот эти совершенно не проговариваются. Веч и все, еще нету. Прямо так не скажешь, но признаки радости постоянно должны быть. Забота уходит на другое место. Мир должен быть в душе. Праведность стучится, впустить ее. Но человек трудится по хозяйству, он хороший семьянин и далее ни шагу. Все соразмеряет со старым опытом. Лишь. Как на зиму заготовить корм коровам, как дрова добыть. Ну и в этом ты должен быть благодеющую десницу Божию. И сердце всегда должно быть на волне благодарности и счастья. какой был психовный такой и остался. У нас был такой вот. Призвали и вот приехал там этот Николай. Я как-то иду мимо, не по его что-то. А он там в комнате не слышит, слышит, матерится. Матами просто, гонит матами. И как-то ему что-то нужно было занять. А гневливый такой, рамы делал. Ну и плотную надо подгонять-то где-то. А у меня там в палец. Он заливает там в палец щель-то. Клеем-то. А батюшка подошел, сказал и говорит, что-то вроде щель-то большая. Как он запсиховал. Я думал, у меня рама ударит. Я батюшка скорее-скорее вышел в другую комнату. Ну вот и все. Понимаешь, нет? Это один из примеров. Ну другой со всеми пищушками на полях ездит. Вороная поехали покупать. Потому что пшеница она дешевле такая. Его видно. Мудрости не прибавилось, а дурость наплывает еще больше. Еще больше? Особенно после крещения начинается беснование в поведении. Вспоминает и говорит, что когда еще не был крещен, то семейные отношения были лучше. Везде у него было лучше. А сейчас как-то все не так. Вот это и есть чужеродность в теле церковном. Непослушный был, таким и остался. И он меня занимает что-то. Ему надо материал. А у меня есть. Я говорю, вот пока не рассчитаешься, шипер я дал ему, 50 шиперин, до тех пор, чтобы ни на кого не нападал, не ругался. А другой, который выпивает. Пока не рассчитаешься за цемент, до этого времени чтобы нигде не выпивал ни одной кружки. Я их держал, конечно, я до них. Но распишемся, бумагу составим. С Мишей Никитином это составляли, о питье. С Николаем, о ругани. Крестят с родителями уже большого ребенка. И он ни на грамм не изменился, ни в отношениях с матерью, ни в отношениях с учителями. Не то, чтобы стал примером, а на антипример даже. Теоретически покрестить надо было, ведь написано, что крестился весь дом. Но видно же, что это все обман. Мишура. Теперь, с того момента, как дитя крестили вместе с родителями, он уже в стадии христианина грешит и должен идти под епитимью полностью, неся наказание. Когда ему говоришь, он отвечает, что сознательно не принимал крещение. Он не может сказать, как Ерлпейсти, что сознательно в семь лет принял святое крещение. И его дух святой взял на свое попечение и ввел его от этого дня с римой дорогой чудес. Это разные сведения, поэтому я делаю оговорку. Я встретил другое сведение. А у нас это даже как вопрос и не стоит. Скорее, всех приобщить, и далее чисто механическое действие при чещении идет. Вроде бы и исповедь, а на самом деле исповеди не идет. Только внешне. Труд духа прекратился. А он идет во все тяжкие дела эти годы. Когда вновь приходит, то вроде бы ему уже и льгота без всяких эпитемий допускают через день на причастие. Тут уж и гадать не нужно, что запутались церкви с детским крещением. Нужно практически прекратить крещение всюду до уверования человека сознательно. Вход в церковь совершенно неверный в православии сегодня. Крещение детей только там, где почти со ста процентов гарантии, что его воспитают христианином. Это Осипов об этом говорит. Это говорит Дмитрий Смирнов. Это уже даже они. Даже они. Даже это означает уже дальше идти некуда. Вадим и Духом Святым сразу же заявляли о себе проповедью в народе. И говорили они это смело, безбоязненно. Вот критерий, когда он готов все сложить к ногам апостолов. Сегодня хотя бы было бы желание служить ревностно теми своими талантами, которые уже есть. Но и этого нет. Путь этот указан Христом в Нагорной проповеди. Тут не нужно и напрягаться, и даже сразу заучивать, какая за какое заповеди блаженств. Только один раз прочитал, и душа на каждый стих воскликнуть должна. А я это столько лет искал. Да как же мне никто про это не сказал? У меня было именно такое, когда я первый раз взял Евангелие. Я прям охота была выскочить, сказать другим вот то, о чем я думал, хотел, и вдруг все это нашел. Вот оно, живое слово моего воскресшего учителя. Если пробужденная душа начинает открыто освидетельствовать другим о Христе, то мертвецы его осаживают. Что это за показуха? Верь в душе и не высовывайся. От Матфея. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Деяние. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Галатом. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование проповедуемое мной язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Второй Петра. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику стияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших от Марка. Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын человеческий, когда придет во славе Отца своего со святыми ангелами. Попробуйте, если вы, я говорю, а вы не верите, побудите старобрядцев на благовестие. Вот мы ездили, свидетельствовали, говорили, чтобы они заботились. Этого нету. Нет, а зачем? Вот своим котлом живут, семья, нормально, работа и все. То есть бездуховность. Причина молчания не рожден. Почему ты другим не сказал о Христе? Боялся ущемления на работе, отношений среди друзей, товарищей, как бы смешным не выглядеть? Господь же заповедует нести благую весть. Лицемер тайно не молится. Ему это зачем нужно, если его никто не видит? Ему нужно в актив своей веры записать, как низко он кланялся. И долго, и на углах улиц. Искренний верующий, наоборот, ищет такой закуток, где бы преклонить колени, где его никто не увидит. Вера в самотрещение такую будет искать Сын Божий, придя второй раз на эту грешную землю. Что-то охота, а Христос запрещает это, и верующий уже не движется, угасло желание. Казалось, что мирское что-то выигрыш сулит, а прошло малое время, и ничего из прежних вожделений уже нет. Вот сколько вопросов за одно занятие. А тут за пять лет ни одного не возникло, не ткнулось в пустоту, и им все кажется, что идут светлой и ясной дорогой. А они тут же сидят. Я им говорю, Николай, Виталий, они все здесь же. Я боялся больше всего, что Виталий, гневливый, и Николай столкнуться. Я просто опасался. Я видел то, что есть. А батюшка говорит, нет, главная опасность, вот, напротив у тебя живет Петр Калашников, а он самый хороший казался-то. И оказалось, что именно так. Тайно начал сексотничать, сообщать властям, все, что видел, знал. Батюшка прозрительно у нас. И вопросов по Писанию нет только потому, что им все равно. Они приняли правильное крещение, они успокоились, ибо они знают, чего же еще нужно, что они должны искать. Что они должны делать? Да, а что бревновать? Ты не туда упор делаешь, слово-то, что они должны искать. Что они должны искать? Слово что? Это поиск. Они не хотят знать о том ничего нового. Ничего не хотят знать. Так регулярно ведут занятия. И они приходят даже и сидят, молчат и уходят. Ревность к исполнению заповедей, ревность в труде дает только Дух Святой. Не просто числится среди верующих, но нужно очень стремиться достичь цели. Вот к нам ходит старобрядец, найден племянник Степанов Анатолий. Владимир, вот видели? Он сидит. Он сидит, придет, сказал застегнуть, все, он застегнется, борода не тронутая. Все. Все остальное мертвое поле. Вот самое простое. Скажи пять слов, Господи, мне вот это непонятно. Открой мне. Он не может этого сказать. А такой молитвы нету. Ну стоим мы. Ну подними руки, никогда не поднимет. Это бесполезное дело. Вот. Вот два. Вот два перста, вот это он знает. А если не так, тебе выпил глаза тогда. Пальцы сразу распрямятся. Один Янивана Денисовича, как он его там, нет, нет, нет он у него. Дальше. Кирилл Калинфянам. Не знаете ли, что бегущие, на ресталище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венса тленного, а мы нетленного. От чего воздерживаются? У меня знакомый был, он на длинной дистанции бегал. Ну, Паша Постоногов из урывки-то. От 42 километра 195 метров, кажется. Да. И я говорю, ты вот это ешь, там вот крупы там нет, говорит, у него такая легкая была, даже пища другая. Вот как. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. А вы как? Ну, усмиряй и порабощай тело мое, да вы проповедуй другим, самому не остаться недостойным. Я говорю, ну ты себя узнал, какой ты есть-то. Ну, сколько спишь? 8 часов. Ну, мы с тобой одинаково сидим. Я забунтовал, 8 это много, сделал 7, сделал 6, сделал 5, потом на 4 перешел, на 3. И стал-то по минуте, наконец, я дошел, 2,5 часа у меня в сутки уходило. Дальше тебя организм не потянул. Ну, ты чего из себя не узнаешь-то? Мне нравится, что ты, Никита, быстро соскакиваешь, у тебя положительное есть. Ины рассуждает так, что они уже лучше домом побудут, но он один почитает Слово Божие или послушает Иоанна Златоуста, начитанного на пленку. Моя же запись так и говорит. Нет, душа возрожденная. Она будет искать общение с верными. Ему это не надо. Вот в субботу вечером их нет, у нас богослужения нет, зачем он придет, нельзя. первоянно. Если же ходим во свете подобно, как он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Когда ты читаешь что-то, и кто-то останавливает и задает вопрос, а это что такое? И ты вдруг осознаешь, что и ты-то нисколько не лучше его понимаешь. И начинаешь провороты в памяти и видишь провалы. В памяти. В памяти и видишь провалы. А просто читать, не вдумываясь, это не так. У нас есть материал открытым оком, в том третий, о том, как вести занятия по Евангелию от Марка. Пройдите хотя бы раз его и увидите, что еще через год у вас будут более ценные ответы. Расшевелите себя, сбросьте этот замшелый покров ничего не делания, скорлупу эту разбейте. Что-то из личной жизни, из домашних вопросов и как их лучше разрешить. И сидя на своих дрожах, ты никогда этого знать не будешь, даже читая Слово Божие. Жить нужно более открыто. Вот если я истинно старообрядец, то они, в первую очередь, один из признаков, не любят голубей. Держать голубей никогда не будут. Свинью будут держать. На благовестие? Нет. Рассказать, как он обратился к Богу. Вот у нас один старообрядец, там потерявки. Ну вот я закончу дом строить, напишу, все написали, он никак. А что он напишет-то? Пьяница, который тоже не мог написать ничего. А что он напишет-то? Ну ты же говорил, поедешь на благовестие с нами, как кокодом достроишь. Поехал? Не поехал. Теперь он только одно. Как оправдать? А что писать? Как я обратился? Кому это интересно? Да ты ничего не... Не было у тебя обращения-то. За отцом тянулся, за матерью. И поэтому вот это бу-бу-бу-бу-бу-бу. Все это везде. На любой вопрос везде бу-бу-бу, и больше нет ничего. На благовестие. Я говорю, давайте, это старообрядец. Рядом старообрядческая беспоповская деревня, урывка. Ну поезжайте туда, мы Евангелие дадим. А зачем это нужно? Лежало оно, и пусть лежит дальше. То есть бу-бу-бу. Теоретик, переходи к нам. Это главная старообрядческая миссионерская проповедь. Сама, ты еретик. То есть, я с тобой говорю, снисхождение делаю. А то сейчас оплюю или в морду дам. Пророка Еремея. Муав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд. И в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. Это плохо, когда человека не переливает. А Иосифа как Бог переливал? Вот в моей жизни у меня все время Бог переливает. То тюрьма, то психиатрия, то и что-то. Все хорошие биографии дадут, но это опыт дает. Огромный опыт. Вот мы собираемся уже отъезжать на зиму в Барнаул. И ваши люди говорят, что опять всю зиму тут занятий не будет. А я убеждал, каждый год теребите батюшку. Ему за вас отчет нести. Потрудитесь. Протропите дорожки друг к другу. Видишь, как трудно. Одно стало маленькое не так, я уже язык запинался. Трок пусть сделать, а за это протропить. Даже самые лучшие проповеди из Златоуста ты слушаешь, как сторонний наблюдатель. А когда беседуем по Слову Божию, то в душе у тебя уже пробивается жизнь. Главное, чтобы Слово Божие заговорило с тобой. С тобой заговорило, с тобой. А то, как в церкви, что бы батюшка не сказал, что бы батюшка не сказал, на все, спаси Христос, спаси Господи, и пошли по сторонам все чужие друг к другу. Вот я тут, ошибка была. А то, как в церкви, что бы батюшка не сказал, на все, спаси Христос, спаси Господи. И пошли по сторонам все чужие друг к другу. Он уже по-другому высвечивается. Из того, что узнаю от знакомых, что узнаю от знакомых, узнаю от знакомых. Да. Город Норильск. Баптисты туда командируют несколько своих семей. Поддерживают их. Они там проповедуют. И уже две общины в городе. Приезжает батюшка недавно, где тут наши, и пошел принимать грехи, как кож сырье, засохшие бычащие шкуры. А то туда же приехал в Норильск, и тут кто наши, ну кто там, бабушки, сашисти, сразу исповедовать и причащать. Они ничего не знают. Никого он не обращает. Он начал сразу же в чашки им лбы мочить. Свечки потащили, иконки у кого-то раздобыли, тут же торговля, ходатайство в доме для моления, и скорее колоколок и куполок. Наша берет. Все против сектанта выставили заслон. Это вот везде такое и есть. Мертвое, смердящее. А бабки, а бабки темнеегипетской тьмы, батюшка их никого не знает, и никому Евангелие до ума не довел. Его скоро переводит архиерей тепличный на другую сторону. Ведь батюшке нужно учиться и в академии, и в аспирантуре, а потом зляться на баптистов, что у них есть молодежь. А у этих одни ветхие полуцетлевшие прихожане. И ничего тут уже не поделаешь, ибо батюшке нужно сначала побыть у баптистов, хотя бы на сотни их богослужений, чтобы до него Господь достучался, через его ряску пробился родничок. А то еще придумали играть в старчество, что за каждым случаем к ним бегут на совет, не могут часами себе ума ни в чем дать. Да. Дядя в штатском разрешил теперь веровать, и поехали тогда наши батюшки православные. Открыть ничего не могут, не подготовлены наши благовестники, в кавычках. Мне писал один юноша, когда еще он в армии не был, но его научили против говорить. Против меня. И он порвал со мной, и стал друг батюшки в 22 года. Запился, стоит на коленях во дворах прихожан у чужих, людей просит опохмелиться. И видно, что наш человек смирения-то сколько. И вот пишет, что утонул в колодце. Упал. на Украине. То ли пить по лесу не с головой, или прыгал через провал. Ой-ой-ой. И никому теперь дела нет до этого хохлядского пацана. И таких мало ли на Руси. Другой пошел сообщать. Я говорю, ну и как, мать? Да что, не знаю, что-то не так. Я сказал, пошел в баню, повесился. Поп. Повесился. Мы уже проходили некоторые темы. И вы согласны были? Говорили в конце Аминь. По уставу, если кто посторонний появится в деревне, то вы должны бы его остановить и расспросить, что за человек забрел сюда. И вот вижу двоих. Догнал на велосипеде. Здоровый мужчина. Говорят, что реставрируют малярными красками картины. Какие сегодня у кого могут быть картины? Говорю, тут вот у соседей отреставрировали, шесть бычков потерял. Вот там нашли в лесу только требуху. Да нет, мы не такие. У них машина оказалась за вторым мостиком. Мы бинокль досмотрели. И от этого зависит ваша жизнь здесь. Почему же в жизнь не притворяете то, что услышите? Тут вроде бы и дело-то маленькое, но поэтому Господь и определяет нас, и таких ищет поклонников и сторонников. Реставраторы приехали по деревку. Реставратор. Вот Матфея. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. Вот видите, как живая беседа, старобрядство это не нравится. А зачем это нужно? Нужно только вот два перста и больше ничего не надо. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников и отец ищет себе. Интересно, мне вот старобрядство знакомили, я говорю, а как фамилия-то твоя? Болотов. Болотов. Я говорю, Игорь, маленько не доезжай, прям напротив, остановись, а скорее выскочу с Евангелем. Я к ней, так, здравствуйте, здравствуйте. Я говорю, мы из Потеряевки, мы едем, Евангелие раздаем, сегодня людей ваших будем собирать. Вы не хотите прийти? Я кержачка. Идет дальше. Я снова ее догоняю. Мы Евангелие будем давать? Вам не надо? Ну, я же сказал, я кержачка, какое ты Евангелие? Что попало тут, говорят? Я еще один раз попутал. Скорее в машину спрятался от нее. Поехали дальше. Я кержачка. Мама сказала, 77 вверх на земле, но ты, доченька, держи то, что я тебе сказала. Иконы должны стоять только на подоконнике, не вешай их никогда. Только на подоконнике. И ей главный дом строят, она стоит и подоконник поставьте сегодня же. Вот такая вера. Во всех странах, когда люди только поселялись, то так и было. Вспомните, кто ура вскрылся. Они представляли опасность для коренных жителей. А вам вообще все равно. Таких даже здесь бы не искал, а не то, чтобы для Царствия Небесного. У вас свирепое безразличие. Вчера вижу, одного человека нет в храме. Спрашиваю, почему его нет? Пожимают плечами. Почему же не сходили к нему? Так что же, я должен у него в душе лазить? Вот так. Вот я вижу, одной нету души. Миша Никитина, Татьяна. Во время службы нету, а живет прямо наискосок, рядом здесь. Вот где Виктор сейчас дом приобрел. Я побежал, стряпает стоит. Я говорю, Танюша, а почему ты не в храме? Голова болит. А мне все что-то болит. Она все время на это. Ну, стряпаешь же. Ну, рядом. Ну, пойди, помолишься. Голова, может, не будет болеть-то. И никому дела нету. Не было Серафима. Среди недели было богослужение назначено, батюшка собирает. Я к ней. Так что, сегодня было? Она мигом собиралась, ей уже под 90 лет. И вот она стоит уже в храме. Я говорю, а где же ты была-то неделю-то? На операции была. На операции. Да я там как молилась, операцию делала, это я молюсь. А который операцию-то делал, резал, он говорит, сроду таких бабушек у нас не было. Как операция-то успешно прошла. Она лежала и молилась одновременно вслух. Так, все, читаем дальше. Бытие. И сказал Господь Бог Кайну, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? Да ты за эти слова строго и ответишь. Может, он заболел. Ну, жду друг друга, не хотите узнавать? У нас все время на каждом собрании мы узнаем, кто, и сразу их посещают, и едут к ним. Нужно через свои установки перешагивать. Все время нужно искать, кому где рассказать о Боге. Я вот уезжаю из Барнаула на пять с лишним месяцев, и там ни одной души за лето не было приобретено. Ждут занятий. А сюда уже три раза приехали и Краевое радио, и из Москвы. Им интересно это. А о чем с тобой будут говорить, если ты слова свои оцениваешь выше, чем указания Христовы? Вот мои проповеди услышали, приезжает директор Кэстонского института из Лондона, и мы беседуем. Немецкое телевидение приезжает, спрашивает разрешение поснимать у нас немецкое телевидение. С останки на сколько раз. Людям интересно. Никакое образование не поможет. И интересно или нет? Как Авраам все вызнавал у Бога. Ну нет. 50 человек добрых. Ну может быть, есть там хотя бы половина этого. Ну и того нет. Никто не желает голову поднять вверх, взглянуть на горние чертоги. Пожалейте горько при горько. Я плачу вас уже сегодня. А то потеряешься, говорю. Вера должна увеличиваться от года от года. А тут похоже все уменьшается. И ты ее сам найти не можешь. Слушаешь, вышел, и выдал и все без остатка. Не могу же я думать, что вас на базаре будут искать и просить дать кому-то интервью. Смешно даже. Читаю послание апостола Павла. Слова Паврозе. Я все знаю и без него. Но соединить их так вот на это ума не хватит. И как они точно выверены. И не пропущено ничего. Деяние. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы. И чему не учил бы вас всенародный по домам. А сам бы мог я так их сказать. Нет. Тут я решительно осознаюсь. Тут и вращивание, и угрозы, и в конце и бабушке Прискили, и дедушке Кадрату письмо и привет. И в приветах подчеркнул самую малость. С чем выделить этого человека, что он пораньше Павла пришел ко Христу к римлянам. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. И припоминали и хорошее, и плохое в людях. Второй Тимофей. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. У нас интересно. Тут Александр и Дмитрий. И в Потерябке. Александр Муха, Дмитрий Дружинин. Д Муха, Саша, Д С. И здесь Д С. Д С меня везли. Или фамилия на С, или звать на Д. Первая Иоанна, я писал в церкви, но любить первенствовать у них диатреф не принимает нас. Представьте, апостолов не принимают. В них находили, а что спрашивать про нас? Посему, если я приду, то напомню о делах, которые... Ну-ка же нельзя судить, Иоанн. Ты же любовь одна. Я напомню. Вот это все говорят. Надо только любви говорить, любвисты. Напомню. Которые он делает. А то разве не осуждает он его? Подося нас злыми словами и недовольствует с тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Вот сейчас его там испытывают, в Казахстане. Отключить собрались. За что? За то, что со мной переписывается. Только за переписку со мною. В разных местах священников трепет. И кто везде натравливает, миссионерские отделы лживые. Только за переписку. Хорошее или плохое, неважно, чтобы не знали. Это самое ненавистное, злобное, как будто бы самые злые демоны. Это у Толстого описано. Восстановленный, погибший рай. А Дмитрий засвидетельствован всеми. А Дмитрий дружине ДД. И с самой истиной свидетельствуем так же и мы. И вы знаете, что свидетельство ваше истина. Свидетельство, не осуждение. Он о нем говорит, что он плохое делал. Но это самое настоящее осуждение. Но осуждения не будет, потому что это правда. Вот таких живых, ревнительных, о деле Божьем и будет искать Господь, когда придет на землю во второй раз. Будьте такими свидетелями Яговы. Когда мы с братом и Акимом работали в пенсии, мы на работу ездили на велосипедах, но в разных организациях. Я плотником, он каменщиком. Утром пораньше встанешь и на картоночку выпишешь несколько стихов из Библии. Вот как Володя делает. И те, которые мне очень западают в душу. Так называемые золотые стихи. И днем постоянно к ним обращаешься. Даже пока едешь дорогой. Нет-нет, дай в карман. Глаза поднется и ухватил. Вот фраза. Притча 18 глава. Глупый не любит знания, а только бы высказать свой ум. Везде стревает, стревает, в речи перебивает. Смотришь на депутата, а он пешка пустая и не может сказать ни одной мысли, запоминающейся. Оттолкет, толдычит о пузе. У него ничего не задушил. Он полный, совершенно законченная бездарность и чревоугодник. Топочется, лезет на трибуну. Оттуда Сахавра, Солженицына отсталкивает. Что умного я могу взять от Жириновского или от вашего Рыжкова? Они мимо мудрости даже не проходили. Златоуст говорит, что если ты мне скажешь, что ты не молишься, то я заранее знаю, что ты ничего великого не сотворишь. Вот как узнать. Только одно. Скажи, молишься ты или не молишься? Ну, Жириновский, это я говорил 30 лет, 25 лет назад. Теперь я уже могу сказать, он говорит много хорошего, он, наверное, самый умный депутат. Примудрый Соломон, все это прошло как тень и как молва, быстротеющего. А почему, я не знаю, потому что мы за него стали молиться, за Жириновского. Ну, не иначе. И уж меня не нужно убеждать, что у человека два высших образования. Я точно знаю, что такую его характеристику дал сам Бог, что он, этот человек, глупый выскочка. Ему хочется высказать знания свои. Это Рыжов. Рыжов. Кажется, Рыжов или Рыжков здесь Владимир. Из Барнаула-то. Вообще. Сколько лет он прожил паразитом? Никакой пользы, я вижу, теперь что-то против президента. Это считается. Гляжу, вчера выходят за импичмент президенту Путину. Я гляжу, кто выступает, интервью берут, как будто бы дома у малышольных. Какие выражения лица у них, что говорят, как они гнутся. Таракашки. Порублю дали и пошли склепать. Да они даже внимания не стоят. А какое его знание? То, что он знает, это любой школьник может знать. Но применить в жизни эти его знания невозможно, потому что у него все нежизненно. Все. Другой стих беру и учу, и повторяю, и приглядываюсь, как это и где в жизни мне предстоит встретить. А когда случай подобный случится, я знаю, как ответить. Как самому выкарабкаться из этой ситуации. Этот стих для меня веревка, чтобы со скал спускаться. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах твоих. О, важно. Когда Слово Божие заговорит в твоих устах и в твоем сердце, будешь в нем искать постоянно помощи и радости. Ты почувствуешь, что жизнь твоя уже по другим омофорам и по другим фимиамам, и тебе не нужно ждать молитвы, ты постоянно в молитвенном состоянии. Или вот фразу заучи и примени ее по назначению. Когда тебя будут обуревать, потери начнутся, как из дырявого мешка, то как сладостно читать этот стих. И он органной музыкой тебе будет зазвучать. Ты сам преображаешься в первом фессалоникийце. За все благодарите, ибо такова вас воля Божия обо Христе Иисусе. Таких поклонников и будет искать Господь, кто ищет его, кто стремится к нему постоянно. Псалом 1. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Псалом 118. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Разум у тебя будет свежий, и радость постоянная, ты с Господом. И разум твой твердо утвержден в его заповедях. Смотрю на сегодняшних ребятишек, даже 10-12-летних. Они ничего не помнят, они скуреженные старички, маразматики, и полудебильные отпрыски, похожие как две капли воды на своих затюканных дедушек, зюгановских голосовальщиков. Ни рассуждений нет, ни выводов делать не могу. Не могут. Не могут. Отсутствие в голове и в сердце Слова Божия делает кандидатом в дурака высокая пробы, без проблеска надежды на амнистию. Но я-то говорю тех, которых вижу там в школах они какие-то... Ну, все у нас на это. Тема закрыта. Видимо, оторвалась еще. Ну, вот, что можно было сказать. Так, не уходи. Сиди на месте. Продолжение следует...